500 типа тысяч евро. Ух ты. Хочется такой же домик себе. Во Франции. Слушать французскую музыку, ездить на Peugeot. Так себе, так себе. Цены поражают. Супер просто все дорого. Ну, цены вообще поражают, поражают. Начинается второй день нашего пребывания во Франции, в Европе. И сейчас посмотрим, мы приехали в большой супермаркет. Тут какая-то прям целая огромная зона. Там вот куча всяких магазинов. Везде, не знаю, супермаркеты какие-то еще, там электроника. Вот, кстати, Bollinger. Это типа магазин электроники. А мы сейчас зайдем в Carrefour. Сеть супермаркетов, ну, с продуктами. Но она не самая, типа, дешевая. Есть еще Lidl. Мы потом как-нибудь туда еще тоже попадем. Пока сейчас вот сюда приехали. Пока жена Андре, она поехала там на терапию. У нее какие-то проблемы с ногой. И вот мы пока... У нас есть целый час, чтобы... Сейчас походим, посмотрим цены. Ну, и вот так вот тут все выглядит. Нельзя проехать на машине туда. Вот сделали такую прям бетонную фигню здесь. Красивенькие тут вот такие деревца. Посажены везде. Очень большая прям парковка. Огромнейшая. Даже вот, кстати, почту можно... Вот он бросил туда письмо. Вот желтый вот этот бак стоит. Всякие сиденья. Не знаю, вообще тут как-то так все, конечно, цивильненько, прикольненько. Урны вот, кстати, тоже, типа, бутылки там в одно место. Какие-нибудь там пластика в другое место. Для сигарет специальные вот такие вот какие-то странные урны тоже существуют. Такие вот тележечки огромные тоже у людей. Откуда-то их уже берут там изначально. И идут с ними. Ну, ладно. Сейчас мы еще потом пройдемся. Я вам покажу. Сейчас пока зайдем внутрь. Здесь вот тоже как входишь. Тут тоже куча всяких магазинов. Всякие какие-то, не знаю, там... Одежду можно купить и... Не знаю. Да все что угодно, в общем-то. Ну, и вон там Carrefour. Такие вот какие-то штуки тут еще продаются. Ну, и все. Вот вход в сам супермаркет уже. Ну, первое вот мы нашли какие-то вот такие непонятные, что они там с мясом. Блинчики, какие-то еще тут кругляшки. За 2,80. Непонятно. То ли за 3,50, то ли за 2,80. Вот такая вот пачка 300-граммовая. В принципе, нормально, можно поесть. Попробовать блинчики вот можно. За 2,70. За 2,70, да. Ну, нормальные блинчики, да. Прикольненькие. Электроник. Вот у них, кстати, вся Tefal практически. Ну, вот очень много Tefal. Какие-то, конечно, еще же есть. Но Tefal прям очень много. Это же вроде как французская фирма. Напоминает немножко наш Ашан, да. Как вот в Тамбове. Конечно, немножко поприкольнее выглядит. Но, в принципе, практически то же самое. А, ну, вон, кстати, прикольно, что вот написано, что где. Какие продукты вот. Правда, не очень понятно. Но, в принципе, круто. Тоже вот всякая одежда. Очень много всего вообще. Скидки вон тоже, типа, есть. Вот Колгейт, кстати. Ну, что-то... А, нет, это для DAF. На самом деле. А это для... Вот. Это для зубная паста. Зубная паста. Непонятно, сколько стоит. А вот зубная паста, вот такая вот, за 1,94. Идут две штуки. За две штуки. Три. За три штуки. Ну, и вот всякие... Так пахнет охренеть. Такие вот классные... Ага, пахнет очень круто. Всякие шампуни. Ультра Дукс. У нас, вроде, тоже есть в России такие. За 1,89. 1,89 евро? Да. Так expensive. А, но это... 1 плюс 1, да? Для 2? 2 bottles? За 2 банки. 2 bottles, нет? 2 bottles, нет? Ага. Честно сказать, мы не очень... Не совсем прям поняли. Вот Head & Shoulders, допустим. То есть, вообще стоит, по идее, 8,71. Но на кассе будет 6,70. А те, у кого есть какая-то там карта, типа местная, те будут платить 4,69. Но это вот за 2 шампуня вот таких Head & Shoulders. Вот этот вот красивый пирожок. Король в стола будет стоить 8,10. Нас он угощал в первый день. За 700 грамм. На самом деле, ничего интересного. Просто булочка с сахаром сверху, ну и какие-то вот еще там штучки положены. Ну, такси. Обычная булочка удобная. Встретили женщину, которая вчера на курсах английского была. И они типа, когда приветствуют, все целуются два раза так в счетчике. Даже с нами. Хотя мы не очень знакомые люди. Ну вот так. Что там? Томат 500 грамм выйдут за 2... 2,29 евро. Ну, это типа какая-то модная фигня. Это типа био. Короче, это все типа подороже стоит, чем обычные. Ну, это вот такой целый большой отдел тут получается. Все биопродукты. А есть еще обычные. Да, сейчас мы пойдем туда, посмотрим обычные. Итак, запрещенка. То, что в России хрен чего найдешь вообще. Ну, тут, конечно, капец. Такие сырые. Ну, вот этот, который вот мы пробовали примерно. Первый же день. Ну, вот 1,66 евро. Вот такой вот маленький кусочек стоит. Конечно, вообще-то дороговато. За 11,85 евро за килограмм. Ну, и вот всякие разные. Тут кусочек с плесенью, разве за 150 рублей. Как это называется? Разве мы не можем себе позволить? Можно, ну как, не знаю. 150 рублей кусочек вкусного сыра. В принципе, можем, конечно. Ну, не 150, побольше. 200. 200 рублей вот такой кусочек получается. Ну, тут непонятно вообще, конечно, что это за сыры. А, вот, нет. Морбьер. Какой-то еще Морбьер. Не знаю. Блин, мы не знаем просто, что это за... Бургунья де Лис. Короче, всякие мягкие сыры. С плесенью, не с плесенью. Вот, более-менее обычный, но тоже он необычный. 16,60 евро за килограмм. Даже вот какой-то прям оранжевый аж есть сыр. Мимолет Жене. 11,95 за килограмм. Вот тоже какие-то модные хлеба. Ну, вот самый, наверное, дешевый, получается, за 1 евро. Такой вот маленький хлебушек. Ну, он, конечно, супер вкусный. Вот тоже наши хосты, они покупают такой модный хлеб. Просто невероятно вкусный, на самом деле. Мы такой, мне кажется, нигде никогда не пробовали. Даже самодельный хлеб и то какой-то не настолько вкусный, как здесь. Блин, ну выглядит тут все, конечно, супер как-то аппетитно. Вот за 1,79 яблочки вот такие. Картошечка вот, полтора килограмма за 1,79 евро центов. Что-то вот еще. А, во, вот это вот, кстати, мы ели тоже. Но это все тоже какой-то от Био. Все очень как-то все дорого, короче, стоит. Не знаю, вот это, наверное, за 3,15. Супер красивые мандаринчики по 2 евро. Вон не очень красивые, но по 2,49 почему-то. А вот как раз марокканские, а вот это из Испании. Кот-де-Вуара. Бананчики за 1,59 за килограмм. Ну вот Андре нам сказал, что местные, конечно, продукты поприкольнее. И вот, допустим, местные яблочки за 0,99. Вот так вот неплохо выглядит. Ой, ну не знаю, зачем мы это смотрим, конечно. Суши вот какие-то нашли. Но вот такая вот пачечка за 5 евро практически стоит. Есть вот такие. О, это мы, кстати, пробовали в Китае наподобие. 6,60. Ну это вообще жесть, конечно. А вот хиладельфия. Смотри, 6,50. Хиладельфия 6,50. Блин, выглядит, конечно, все очень аппетитно. Прям текут слюни, хотя мы поели. Но супер просто все дорого. Прикольно. Вот такой суп вообще продается прямо в бутылках. За 7 евро, правда. Так себе, так себе. Всякие охреневшие рыбки. Красные и не красные. Ну вот тоже цену можете, в принципе, сами посмотреть. Очень, конечно, все аппетитно, но цены поражают. Типичные французские завтраки, которые состоят вот из всяких варений. Ну, они тут называют джем. Есть вот такие же тоже, конечно, всякие штучки. Подушечки какие-то. Еще там шоколадные, не знаю, всякие завтраки. Пряники, булочки с начинкой. Непонятно, какой-то, наверное, сухари может быть. Что они еще едят? Они, ну, в основном они едят хлеб с маслом и вот с джемом. Пьют кофе. В принципе, все, наверное. Это вот такой у них простецкий завтрак. Никаких тебе круассанов, кстати. Мы еще ни разу не попробовали местные круассаны. На второй-то день во Франции. О-о-о-о. О-ля-ля. Огромная нутелла. Ну, вина тут, конечно, вообще жесть сколько. Прям раз, два, три, четыре, пять, не знаю, шесть стеллажей разного-разного пойла. Ну, вот тут уже, конечно, какие-то мартини тоже пошли и шампанское. Но вот там вот все вино, вино, вино. Так, ну давайте посмотрим, сколько пойла тут местных стоит. Вот Вильям Лоусон есть. Ну, вот такая бутылка, наверное, 15-22. Тут вот есть за 12,69. Мартини вот 7,49. И вот водочка со скидкой. Непонятно, что-то тоже за... Ты знаешь? Непонятно. Краут, мы нашли водочку местную. Ой, местную, русскую, точнее, наоборот, русский стандарт. 15 евро. Офигеть. Ну да, вот еще, кстати, есть Абсолют водка тоже, которая у нас котируется. И что еще, не знаю, Смирнов, что ли. Да, Смирнов вот есть. Ну, какая-то тут бутылка непонятная. Зубровка. Зубровка. Не-не, я такой не знаю. Зубровка. Ну, цены вообще поражают, поражают. Ну все, пока мы немножко закончим на этом. Потом еще куда-нибудь походим, посмотрим. Нам просто пока ничего не нужно, мы так чисто заглянули, вот пока было время. Так что, ну, в следующий раз еще походим, посмотрим другие цены. Когда уже будем сами что-нибудь покупать, так будет поинтереснее и попроще. Ну, а так, касса вот так вот тоже выглядит. Тоже всякая фигня. Вот тут какие-то жвачки, батарейки, всякая необходимая мелочь. Ну, так, все, в принципе, практически то же самое. Но магазин, конечно, вообще огромнейший просто. Не знаю. Очень-очень прям большой тут. Так же, как у нас, только больше. Больше всего. Больше разновидностей всего. Ладно, давайте покажем вам еще вот такое место. Непонятно, какая-то типа как клиника, но вряд ли это обычная, типа как больница. Вот его жена, она здесь какую-то терапию на ногу в себе проводит. И вот мы сюда тоже заехали. Конечно, все цивильненько. Пойдемте посмотрим, как тут туалет выглядит. Тоже все прикольненько, все чисто. Даже пахнет вкусно. И сам свет включается. Можно вот почитать какие-то журнальчики местные. Пока сидишь и ждешь кого-нибудь. Но тут ничего не понятно. Давайте немножечко домик покажем. Вот так вот он выглядит со стороны. Кажется не очень большим. Но внутри, конечно, вообще все классненько, прикольненько. Такой уже тут сад сразу начинается. Какие деревья непонятные. Вечно зеленые. Все прям зелено. Все красивенько так. Крыша у всех, кстати, одинаковая тоже. Вот мы это заметили. Ну и сами домишки, в принципе, тоже. Однотипненько немножко выглядит. Вот можете так вот отсюда понаблюдать. Смотрите, как все тоже однотипно выглядит. Я думаю, что это у них, типа, ну такой прикол в этом есть. Что им все говорят, как все это делается. Ух ты! Нифига себе клубничка вон растет даже. Ну и вот начинается все. Вход такой вот стеклянный. Ничего такого сверхъестественного. Никаких вам железных дверей. Ну есть еще, конечно, деревянная. Дальше идет. Но тут, в принципе, тоже очень много вещей. И закрывается вот всего лишь на стеклянную дверь вот такую. Проходим дальше. Тут идет уже как раз первый и второй этаж. На втором этаже туалет, ванна, пару комнат, тройку комнат. А на нижнем этаже тут вот огромная такая большая гостиная. Вот я вам показывал в первый день инсталляцию вот эту. И вот тут кухонка идет. Можно кое-что тут готовить. Сейчас вот чаечек немножко попьем. И вот где мы всегда завтракаем. Такая вот веранда еще есть. Тут более-менее тепло. Красивый вид вокруг. Все тоже стеклянное. На самом деле тут еще вот есть у них бассейн. Он, правда, сейчас закрыт. Еще вот есть. Ну, типа, еще вот этот целый сад большой. И начинается вот какой-то типа как парк. Но он уже не их, а принадлежит городу. Но там тоже можно гулять ходить. Ну, вот такой вот какой-то дом типичный французский. Тут, конечно, много всего интересного. Холодильник, печка для посуды. Вот раковина. Тут вот готовить можно. Микроволновка. Все, короче, есть. Тут у него вообще как в музее, конечно. И куклы всякие. И вот такие вот весы даже есть. Вот такая вот чашка есть красивая. Ну, вот самовар, собственно, из России. Рога есть. Картин очень много, которые, кстати, его сын, по-моему, рисует, насколько мы поняли. И камин вот, кстати, есть. Вчера мы его зажигали в конце видео. Кто досмотрел до конца, ставь лайк. Кто видел вот этот вот камин, когда он горит. Хочется такой же домик себе. ПЕСНЯ Браво! Во Франции! Слушайте французскую музыку, ездите на Peugeot, есть сыр местный, этот как его, багет, просто мечта вообще. Субтитры создавал DimaTorzok Он сказал, что его дом стоит что-то там 500, типа, тысяч евро, и, блин, капец, дорого, типа, ну а соседние там еще и 700, и 800 есть, они еще больше, их там делят на 2, на 3, на 2, на 3 семьи. Ну а мы вышли прогуляться немножко тут вот рядом с его домом такой, тут раньше очень много деревьев было, типа, как лес, но несколько лет назад все сгорело, и вот так теперь лысенько стало. Мы немножко поднялись, типа, как плато такое, своеобразное, но виды здесь, конечно, вообще зашипенные. Там вот, получается, аэропорт, ну и, собственно, Италия, а там Испания в ту сторону. А вот там, где такая гора, ну ее, наверное, плохо очень видно на камере, там другая уже провинция начинается. Ну вот, наконец, вам немножко местных локальных танцев. Субтитры сделал DimaTorzok